Ракши и Кематки Ракши и Кематки Ракши и Кематки Ракши и Кематки Мы должны понимать, об этом максимально говорить, потому что если мы, как коллеги, как специалисты, мы не будем доносить эту информацию, то, к сожалению, мы можем так ни к чему и не прийти. В ПЧ-ассоциированные опухоли – это опухоль аногенитальной области. В ПЧ-ассоциированные опухоли – это опухоли орофарингеальной зоны. Это абсолютно гендерно-нейтральная инфекция. Она поражает как мужчин, так и женщин. Поэтому, конечно, сегодня у нас тема больше касательно женского пола, но нужно понимать, что риски для мужчин существуют, и они крайне высоки. Существуют методы борьбы с вирусом папиллома человека. Единственное, что мы на настоящий момент можем предложить – это вакцинация. Никаких доступных лекарственных препаратов, которые бы лечили вирус папиллома человека, к сожалению, не существует. Это все иммуностимулирующие препараты без доказанной эффективности. Если мы более подробно коснемся скрининга, скрининг – это важная составляющая, потому что бессимптомный период при заболеваниях шейки матки может длиться достаточно долго. Максимальный период зафиксирован до 16 лет. А предопухоли изменения, которые так тщательно мы пытаемся выявить, они лечатся с минимальными нежелательными эффектами. Это крайне экономически эффективный способ предотвращения рака шейки матки. Возможно регрессия самостоятельной предопухолевых изменений, но нужно понимать, что это не значит, что мы диагностируем процессы и отпускаем женщину по месту жительства без каких-либо рекомендаций. В таком случае женщина должна находиться под тщательным контролем желательно онкогинеколога либо специалиста с углубленным гинекологом, но с углубленным внедрением в патологию предопухолевой шейки матки. Относительно скрининга нигде не рекомендовано ежегодное обследование. Это не значит, что женщина не должна посещать гинеколога ежегодно, но брать мазки каждый год давно это уже подтверждено, что это не экономически не целесообразно и не имеет никакого клинического значения. Наиболее оправданные интервалы от 3 до 5 лет. В плане скрининга рекомендовано несколько вариантов. Сейчас наиболее активно в мире используется это цитологическое исследование. В ВУЗом прописаны варианты как традиционной, так и жидкостной цитологии. Существует вариант скрининга как ВПЧ-диагностика. Далеко не все страны мира находятся на пути к переходу к ВПЧ-диагностике, но мне кажется, за этом именно будущее. Отдельно хотелось бы коснуться кольпоскопии. Крайне важный метод. Он важен с целью того, что мы не вслепую лечим женщину, мы делаем все это под визуальным контролем. В 21 веке мы можем прекрасно себе это позволить и оставить максимально возможную здоровую часть органа. Но важно понимать, что кольпоскопия не проводится на первичном осмотре, кольпоскопия не является методом скрининга. Кольпоскопия – это метод, когда у нас с вами на руках есть ВПЧ-тестирование, когда мы получаем результаты цитологического исследования, и мы уже вооружившись специальным микроскопом, кольпоскопом, увеличением, мы идем искать патологию. Мы не производим ее в качестве скрининга. Скрининг рака шейки матки на настоящий момент на территории Российской Федерации осуществляется согласно приказу о диспансеризации. Согласно данному приказу, он обновлен от 2019 года, проводится цитологическое исследование мазка шейки матки, проводится он с периодичностью один раз в три года, и в новом варианте приказа достаточно четко прописана окраска именно по Папу Николау. Другие способы окраски не допускаются. Относительно вообще сравнения методов окраски, у нашей команды было проведено исследование, каких-то популяционных исследований, оценивающих различные варианты окраски, мы не обнаружили. Собственно, окраска-то является одной из проблем, наверное, скрининга в России, есть еще тоже не менее важные, но несмотря на приказ, полноценная окраска по Папу Николау, она не проводится в большинстве регионов, наиболее часто используется классическая окраска гемотексилен и азин. У нас недостаточно контроля первичных тестов. Если мы обратим внимание на анализ цитологического заключения, то цифры очень высокие. 70-90% сложноотрицательных мазков – это плохой забор материала. Ошибочная интерпретация от 10 до 30%. У нас нет, по сути, контроля дальнейшего обследования, нет контроля кальпоскопистов, нет полноценного контроля морфологов. В ЭПЧ-тестирование отдельная сложность, потому что он не входит в тариф ОМС, и очень сложно донести пациенту на рутинном приеме, для чего ему нужно непосредственно из своих собственных средств обследоваться на данный вирус. И не каждый врач будет это доносить, особенно если врач не совсем понимает, зачем это нужно. И самое, конечно, сложное, что у нас отсутствует как таковой популяционный скрининг. Нет организационных структур, нет контроля непосредственно прихода пациентов, нет контроля вызова. Недостаточный охват не бывает у нас практически нигде по регионам, хорошего охвата, достигающего 70%. Если мы посмотрим на заболеваемость раком шейки матки в северо-западном регионе, это первая-вторая стадия. Санкт-Петербург более-менее держится в одном плата. Если мы посмотрим по другим регионам, это больше похоже, наверное, на ленту ЭКГ. Если мы посмотрим на заболеваемость третьей-четвертой стадии, то зубцы у нас становятся еще более острые. А если мы посмотрим на смертность, то, наверное, мы с вами увидим, что смертность и заболеваемость третьей-четвертой стадии очень похожи эти графики. По сути, все эти пациенты с третьей-четвертой стадии, они из одного графика переходят, к сожалению, в другой. Собственно, видя все эти цифры, мы не можем остаться в стороне, активно внедряемся и запускаем то, что можем хотя бы на нашем локальном уровне, но уровне национального центра. Мы являемся экспертным центром, поэтому мы доносим наше знание, наше понимание достаточно активно. И наша основная цель в создании национального центра скрининга и профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний – это популяризация методов скрининга. Мы формируем, поддерживаем имя шеэкспертного центра по патологии шейки матки, проводим активные вебинары, собственно, чем мы сейчас с вами и делимся, и рассказываем о ВПЧ-ассоциированных заболеваниях и их рисках. Проводим вакцинацию, и также мы реализуем на базе нашего центра пилотное исследование по скринингу рака шейки матки, в общем-то, результатами которого мне бы хотелось с вами сейчас поделиться. Прошу прощения. В основе работы кабинета у нас лежит первичная, вторичная и третичная профилактика уже в рамках национального центра. Проводится вакцинация гендерно-нейтральная с 9 лет до 45 лет, наиболее оптимальный период вакцинации – 9-13 лет, мальчики и девочки до начала половой жизни. Предварительно необходим обязательно осмотр педиатра для исключения противопоказаний. Для лиц более старшей категории, для лиц, ведущих половую жизнь, кроме отсутствия противопоказаний осмотра терапевта, это обязательно наличие тестирования на вирус папиллома человека, потому что мы должны быть уверены в здоровье шейки матки, и также тестологическое исследование. Комплексный скрининг патологии шейки матки. И при выявлении патологии у нас проходит именно экспертное наше мнение, то, о чем сейчас рассказывали наши коллеги-патоморфологи. Мы можем осуществить все этапы морфологической диагностики, иммуногистохимической, иммуноцитохимической, и полноценно дифференцировать существующее заболевание, потому что к нам приезжает пациент зачастую уже с установленным диагнозом. Мы его подтверждаем. Иногда, к счастью для пациентов, мы данный диагноз не подтверждаем, отправляем пациента на наблюдение. Примерно в 1-2% случаев на фоне существующей дисплазии, с которым пациент к нам обращается, мы выявляем уже запущенный процесс онкологически-инвазивный рак шейки матки. В чем состоит суть нашего пилотного исследования? Мы оцениваем методы вторичной профилактики, сравниваем наши локальные методы цитологической окраски и локальные ВПЧ-тесты. Что бы мы хотели сравнить? Я обращу ваше внимание на то, что я сказала ранее, что в большинстве регионов страны не проводится окраска по Папе Николаеву. Из графиков по заболеваемости и смертности, как минимум по северо-западному региону, вы видели, что не очень эффективно у нас работает программа скрининга, если выразить достаточно мягко. Поэтому, чтобы понять, в чем причина, мы решили посмотреть, действительно ли так плоха-то окраска гемотексилен и азин, или она может быть сопоставима с окраской по Папе Николаеву, и проблема в чем-то другом. Также мы берем наш традиционный ВПЧ-тест российский и сравним его с золотым стандартом. Это Дайджин-тест, тест гибридного захвата, рекомендованный и, что важно, валидированный на территории Европы, признанный во всем мире. Исследуемая группа – это женщины 25-65 лет, без онкологического анамнеза, они направляются к нам из первичного звена. Это, в общем-то, здоровые женщины. Контрольная группа в нашем исследовании составляет не менее 100 женщин с подтвержденным диагнозом тяжелой дисплазии, которые попадают к нам уже непосредственно на лечение. И наша основная статистическая гипотеза – это подтвердить чувствительность и специфичность наших локальных методов, которые будут не уступать методам, валидированным в мире. Данное исследование нами начато летом этого года. На настоящий момент на 695 случаев в средний возраст женщины составляет 43 года, 631 женщина без симптомов, признаков заболевания, прошедшая скрининг, получившая рекомендации, и 64 женщины, среди которых мы выявили патологию. Это женщины, которые направлены к нам с диагнозом дисплазия. 6 женщин из 64 – это инвазивный рак. 6 женщин – это не так много, но когда это женщины, которые направлены к вам с легкой или тяжелой дисплазией, в 6 случаях вы подтверждаете инвазивный рак, а это 10%, то это уже становится цифрами очень высокими. 52 случая – тяжелая дисплазия, и на фоне тяжелой дисплазии мы уже в 5 образцах видим участки инвазивного рака. В 3 случаях по месту жительства выполнена гипердиагностика, мы подтверждаем легкую дисплазию, в 8 случаях патологии вообще выявлено не было. Если мы посмотрим на сравнение ВПЧ-тестов, Дайджин-тест и тот тест, который мы используем, это Вектор Бест, то по сути результативность тестов достаточно близка, у Вектор Беста даже она достаточно повыше – 18%. Если мы посмотрим частоту определений 16-18 по типу, наиболее агрессивных типов, то составляет 4,6%. Вирус папилломы человека представляет наш большой интерес. Что мы сделали? Мы проанализировали женщин, которые направлены без симптомов, то есть в общую группу, и следующий слайд – это будет у нас контрольная группа. Достаточно широкое распределение онкогенных типов вирус папилломы человека. Вы можете обратить внимание, что превалирует, соответственно, больше 60% – это 16-й тип, практически достигая 40% – 33-й тип, и наравне с ним 51-й тип. Если мы с вами обратим внимание на женщин, у которых уже реализована патология, то 16-й тип, он не сдаёт позиции, остаётся на превалирующем уровне больше 40%. И также не стоит забывать о роли 33-го типа, который встречается практически в 20% случаев. Мы провели предварительную оценку чувствительности методов среди женщин существующей патологии. Практически сопоставима, на самом деле, окраска по Папа Николау и традиционная окраска 89-87%. Если мы сравним чувствительность ВПЧ-теста Вектор Бест и ВПЧ-теста Дайджин, то 88% против 79% соответственно. Если мы с вами возьмём два наиболее эффективных метода, цитологические исследования с окраской по Папа Николау и ВПЧ-тестирования локальным тестом, то мы получаем практически стопроцентную чувствительность. Мы, конечно, не можем делать окончательные сейчас данные, потому что необходима оценка специфичности, и мы продолжаем набор. Но это вот те первичные данные, которые бы хотелось с вами поделиться. Что планируем дальше? Мы планируем оценивать специфичность. Также наше исследование, оно проводится под аудитом качество цитологического исследования, гистологического исследования экспертами внештатными и проводится стандартный слепой пересмотр цитологических препаратов. Если мы с вами резюмируем всё сказанное, то хотелось бы обратить внимание на то, что показатели растущей смертности, они говорят нам достаточно чётко о том, что существующая программа скрининга в настоящий момент, она неэффективна. Нам нужно менять, и менять очень-очень многое. Да, мы не сможем скринингом снизить никак распространение папилломовирусной инфекции. Нужно внедрять вакцинацию. Вакцинация не входит в национальный календарь прививок. На настоящий момент на территории Российской Федерации зарегистрирована вакцина Градосил-4. Это вакцина, которая защищает нас от 6-11 типа, больше тип, который вызывает анагенитальные кандиломы, низко-онкогенный риск. И 16-18. В мире с 2016 года существует вакцина Градосил-9, которая защищает от наибольшего спектра высокоонкогенных типов вируса. Но на территории Российской Федерации она не разрешена к применению данных. О том, когда она будет внедрена, сказать сложно. Нет полноценной организации, нет необходимых структур, которые бы обеспечивали контроль за пациентами, потому что в реальности это происходит примерно таким образом. Пациентка может сама обратиться по месту жительства, она заходит в поликлинику, смотрит, где-то написана бумажка, на которой написан год ее рождения, и она понимает, куда и к кому она может обратиться. Мы находимся в 21 веке, и я думаю, всем из нас приходит миллион рассылок от любых структур, начиная от банков, заканчивая магазинами, о том, что нас куда-то приглашают. Почему нас не могут пригласить на скрининг? Почему не могут отследить женщин и прислать им сообщение, прислать им письмо, приглашение? Я думаю, что это все можно прекрасно организовать, если, в общем-то, будет желание. Мы должны отслеживать судьбы всех пациентов, потому что сейчас учитываются данные только о онкологических заболеваниях либо о анагенитальных кандиломах. Нигде не ведется контроля ассоциации взаимосвязи ВПЧ-инфекции и развившейся патологии. Таких институтов сейчас не создано. Мы должны хорошо контролировать качество наших сотрудников, качество обучения. Например, сертификат по кольпоскопии вы получаете единожды, и он не подтверждается. Вы можете получить его 20 лет назад, уже давно поменялись все стандарты. Большинство моих коллег не знают, что такое SpeedScore, а это прекрасный формат, которым можно оценивать кольпоскопическую картину. Он максимально старается исключить субъективизм, перевести все это в баллы. Используется он давно европейским обществом кольпоскопии и признанным во всем мире. Очень много информации, которую необходимо доносить до коллег. Мы можем самостоятельно развиваться, но нам нужна помощь руководителей диспансеров, министерств здравоохранения, губернаторов. Без их помощи полноценная реализация программы скрининга невозможна. 95% успеха. Большое спасибо за внимание.